Друзья, всем доброе утро! Сегодня 3 мая. И в отличие от вчерашнего дня, вчера очень было холодно, дождь, сегодня у нас солнечно. Вот такой вот солнечный день, чистое небо. И мы, наверное, сейчас поедем... Ну, не сейчас, распогодится чуть-чуть, потеплеет еще. И мы поедем, наверное, на шашлыки. А пока вот я пришла заснять гибискус, какой красивый распустился. А тут вот в лучах солнца и другие цветочки выглядят очень нарядно. А гибискус вот такой красавец. Он желтоватенький. Он вот с таким вот платочком посередине. Какой-то вот, видите, у него как растет из серединки. Сердцевина у него темно-бордовая, сам он желтенький. И вот такой вот. Даже не знаю, как его назвать. Платочек, не платочек. Вот такой вот бабочка там внутри у него вот такая. Там вот второй бутончик тоже зреет. Вот этот уже разворачивается. Я все боялась, думала это. То ли начнут эти бутоны распускаться, то ли начнут сбрасывать. Майские праздники продолжаются. Выходные продолжаются. Желаю всем теплой, хорошей погоды и успешной работы в саду-вогороде. Друзья, я пришла снять ужика. Ой. Я в перчатках мусор хотела собрать. А тут вот ужик. Надеюсь, он меня не испугает, когда прыгнет, и я не уроню камеру. Ой, зашевелился. Сейчас убежит. Ой, язык выпускает. Ой, муж мой сейчас уже от него убежал. А мне тоже уже бежать хочется. А где гарантия, что это вообще ужик? А вдруг это не ужик? Ну, вроде вот эти два звука в пятна говорят о том, что это ужик. На вас три лучше. Убежать? Ага. А я сама боюсь. Думаю, вдруг он на меня сейчас прыгнет или в мою сторону побежит. Куда ты поползешь, мне интересно? А то мы тут сейчас мусор будем убирать. Ой, все, он вон куда-то вон в норку уполз. Все. Нашла, вот он опять убежал. Да что ж ты так быстро прячешься-то, а? Тебе в любом случае нужно в другую сторону, потому что я тут грязь убираю. Ой, тут он не один. Ой, тут и глянь, сколько гнездо. Вот, они вот в пыль живут. Пальмона бежит к ним, да? Вот один, вот второй. Смотри, сзади большой подойдет. Мама, ты что? Хоть это и ужики маленькие. Ну, сейчас они убегут. А нам надо здесь разобрать по-любому вот эту вот всю свалку, всю грязь. Я пришла здесь порядок навести. И пожечь тут немного мусора. Ну, ничего. Я думаю, что сейчас они потихоньку перебегут. Они где-то у них все равно, наверное, здесь гнездо. Потому что здесь вот опилены у нас были деревья. А очень хорошие люди еще подкинули мусор. Сейчас я здесь немножко уберу. Мелочь всю пожьем. Крупняк вот так сложим. Вот еще один малыш тут у меня прятался и хочет убежать. Иди, иди к мамке, к своим братьям. Беги, беги, мой красавчик. Ой. Ну, пойду понаблюдай, куда ты побежишь. Ой, я сама теперь уже его не вижу. А куда он побежал? Да то, что вот тут сидел, я хотела посмотреть, куда он побежит. А вон он, где синий мешок там, он уже слева. Слева, мешка. Да боюсь идти. Да он уже около красный досок. А, вот, все, нашла. А то вдруг я на него наступлю. Ой, 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 убежал, убежал, убежал. Вон он, вон он, вон он. Вроде маленький, а шустрый. Ну, ладно. Нашел, куда спрятаться. Молодец. Ну, вот, сегодня 4 мая. Первый бутон, вот он держится. Все, говорят, по одному дню цветут гибискусы, да? Не все и не всегда. И вот второй бутон распустился. Вот они, красавчики, близнецы-братья. Но этот прям больше выпрямился, а этот только распустился. Он вчера еще был в бутоне, а сегодня вот только начинает. Сейчас он весь выпрямится, распрямится. Вот такая красота. Как вот можно их не снимать, и как можно ими не любоваться. Ну, дня 3 должен продержаться. Потому что они на балконе в тени, плюс окно открывается, здесь ветерочком их обдувает. Вот когда они по осени-зимой цветут, здесь на балконе еще попрохладнее, они могут по 3 дня держаться. Посмотрим, сколько этот продержится. Так, подождите, вчера я снимала или не вчера? Сейчас предыдущее видео посмотрю. Третий день, а он держится, или второй? Второго, третьего, четвертого. Не помню, нет, вчера я, по-моему, не снимала. Скорее всего, он второго открылся. Не помню, сейчас посмотрю. Ну, вот этот красный еще пока не раскрылся, но вот он хороший. Подождем. Вот эти писцы висят, вот видите, в проеме. И здесь получается им больше доступа свежего воздуха и света. И гляньте, какие они все пышные. Вот со стороны комнаты висят непонятно что, горшки с какими-то плетьями. А потому что они все развернуты сюда, к свету, в окно. А вот заходишь на балкон и со стороны балкона, я ими любуюсь. Вон они, видите, сколько огоньков цветут, мои красавцы. Ой, а вот там вверху какой-то интересный цветочек. А, нет, такой же красный снизу показалось просто, что он какой-то прям суперкрасивый. Друзья, а вот мединила я не поняла. Росли-росли бутоны, розовели. Открывались, открылись, а внутри все пусто. А где же эти гирлянды, которые должны тут гроздья быть? Получается, это что у меня, пустоцвет? Или он потом должен расти? Вот есть у кого-то мединила. Хоть бы сказали, как он начинает свисти. Я-то думала, сейчас он потихоньку будет раскрываться, зреть, зреть. И потихоньку оттуда будет что-то расти. Нет. Вот открылся этот тюльпан. А внутри ничего нету. И как там гроздь должна расти? И откуда эта гроздь должна расти? И вот мне что-то кажется, что это у меня просто пустоцвет. Конечно, мне все равно нравятся вот эти вот кувшины. Но, не знаю, я-то ждала полного цветения. А тут что-то непонятно. Кто знает про эту мединилу более подробно, у кого она цвела, как она. Я знаю, что она как-то подолгу зацветает. Но и у меня уже цветочек-то этот долго с созревшими бутонами был. Как-то обидно. Моя бутылончики. Красавцы колокольчики. Вот, казалось бы, обычненькая такая невзрачненькая растенница. Ну, как мне нравятся вот эти прозрачные колокольчики. И вы посмотрите, у них прям венки такие все. Да, смотришь на цветок. У него прям все венки просвечиваются. Кажется, что весь он прям светится изнутри. Красавчики. Четвертое мая, пять часов вечера. Гром вам, конечно, наверное, не слышно. Даже молния сверкала. Темно сейчас на моем балкончике. Пять часов вечера. У меня на балконе темнота. Зато мне кажется, сейчас цветы более ярко так прям смотрятся. Чем в ясный, в солнечный день. Я, конечно, боюсь, когда гром гремит и молния сверкает в окна. Но закрывать не хочу балкон. Пусть такой влажный свежий ветерок дует. Цветочкам моим тоже нужен свежий воздух. Тем, чей вкус способен создавать шедеврый. Тем, кто готовит с любовью. Ой, сейчас вот прям сверкануло. Чуть ли не в глаз мне. Что-то мне. Как положено, это не может быть. Время. Ту-ка. Так. Скоро. Ту-ка. Ту-ка. Друзья, 5 мая Очередной бутончик Распустился У него Малиновый цвет Ни розовый, ни красный, а малиновый Вот такой вот красавец Меня сегодня порадовал Ну а желтый, посмотрите Вот этот закрылся уже все То есть он был 3-го и 4-го продержался А вот этот 4-го открылся Вот он пока еще держится Но он у меня как-то там бедный К окошку Весь прилип И как помятый Ну вот я его сейчас чуть-чуть перекинула Ветку за ветку Посмотрим сколько он продержится Ну наверное тоже 2 дня Посмотрим сколько вот этот продержится Но этот наверное один день только подержится Ну вот стало здесь уже у меня Получше Поприятней Осталось теперь вот Тут пожечь Мусор мелкий вот этот Сгрести палочки все Пожечь и вообще будет красота А тут вот лук я специально подальше поставила В гараже у меня лук лежал Начал расти Я его взяла, посадила И он Так, когда я посадила? 3-го числа 3-го числа я посадила лук Сегодня 5-е Он как зазеленел уже И еще дождик Вчера же был ливень Крупный мусор весь отсюда убрала Ну вот он Хоть стену гаража освободили А то тут кидали-кидали Все ворота я поисписала Чтобы это Мусор нам не кидали Не знаю, поможет, не поможет Ну что, друзья Сегодня последний день праздничных Первомайских Выходных Я вам показала Как мы провели выходные Сняла вам свои распустившиеся цветочки Гибискусы И на этом с вами прощаюсь Да, друзья Первомайские праздники закончились Но начинаются еще одни выходные И великий праздник День Победы Я всех поздравляю И желаю Счастья Здоровья Любви Мира Берегите себя и своих близких А с вами была я Любовь Садик Цветов Берегите себя и своих близких Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Берегите себя и своих близких